Ас-саляму алейкум, дорогие друзья, пока... Депутата Алматинского городского маслихата Кайрата Кудайбергена увезли из дома в ночь на пятницу. Водворили в изолятор временного содержания. Его родственники не отвечают на расспросы. Они сообщили, что подписали документ о неразглашении данных. Я не даю никаких комментариев. Можете, пожалуйста, покинуть. Это частная территория, пожалуйста, покиньте. Это дом Кайрата, да? Да. Прокуратура Алматы заявила, что Кудайберген вместе с криминальным авторитетом Арманом Джумагильдиевым, который сейчас находится под стражей, организовал во время январских событий сбор людей в гостинице «Казахстан». Участвовал в массовых беспорядках. Но прокуроры не объяснили, почему Кудайбергена задержали три с половиной месяца спустя. Собранная Кудайбергеном и Джумагильдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагильдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти. Противозаконная акция, организованная Кудайбергеном и Джумагильдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести. Видеозаписей с площади, сделанных в дни январских событий с Джумагильдиевым и Кудайбергеном, немало. Есть кадры с ними в гостинице «Казахстан». В феврале пожелавший остаться неназванным по имени мужчина рассказал Азатыку, что в гостинице его избили. Алматинец тогда призвал расследовать действия депутата. Кудайберген в интервью после событий говорил, что призывал на площади не поддаваться провокации. А в гостинице «Казахстан» был организован сбор, чтобы способствовать установлению порядка в городе. Ранее депутат сообщал, что два месяца назад его вызывали на допрос и претензий со стороны властей не было. Кудайберген известный в соцсети Instagram-пользователь. У него около полутора миллиона подписчиков. Он работал на госслужбе и в банковском секторе. Последние 10 лет занимался бизнесом. В 2018 году стал депутатом городского маслехата. Редактор субтитров А.Семкин